Карма – интересная вещь. Я рассматриваю её как приготовление пищи. Если вы приготовите что-то вкусное, то будете есть вкусную пищу. А если приготовите что-то похожее на вкус, то вам придётся довольствоваться невкусной едой. И вы не сможете обвинить в этом кого-то другого, так как готовили сами. Думаю, это хороший пример, который проясняет ситуацию и делает понимание более лёгким. Но интересный момент в том, что, несмотря на наше понимание, когда что-то происходит в реальной жизни, мы не реагируем таким образом. Обычно мы не думаем «я сам заварил эту кашу». Это моя вина, что она невкусная. А начинаем искать другие причины, не связанные с нашими собственными поступками. Эта тема часто всплывает на семинарах по прощению. Когда преданные проходят семинар по прощению, мне нравится обсуждать этот момент. Я говорю, мы, как преданные, иногда ощущаем какое-то возмущение в адрес кого-то, неприязнь к кому-то, считая, что они поступили неправильно. Мы ожидали определённого поведения, но люди вели себя по-другому. Они действовали не в сознании Кришны, или они нарушили нормы морали, или поступили несправедливо. Хорошо, это анализ произошедшего. Но если добавить в это уравнение карму, то какое на самом деле право мы имеем чувствовать обиду, если эти люди всего лишь инструмент в руках моей же кармы? Они – это тот пригоревший рис, который я сам приготовил. Я не заметил, что у меня пригорел рис. Но должно быть это так. Оначе почему бы это могло произойти? Наверное, когда-то в прошлом я что-то сделал для этого. Возможно, даже в недалёком прошлом я сделал что-то, а значит, заслуживаю этого. Это очень интересно, потому что, когда мы эмоционально вовлечены в какую-то ситуацию, мы так не думаем, не чувствуем этого. Ведь эмоции затуманивают разум, и мы действуем на более эмоциональном уровне. Это интересно. Разумом мы понимаем, что всё это – кармические реакции. И если это так, то имею ли я вообще право расстраиваться? Почему я чувствую себя расстроенным, если я знаю, что сам создал эту проблему? Да, я могу быть расстроенным, только винить в этом нужно себя. Как я могу винить кого-то другого? Мне не следует это делать. Я нахожу очень интересным тот факт, что даже преданные, хорошо понимающие этот принцип, нуждаются в исцелении огромного количества обид, которые вообще не должны были возникнуть. Давным-давно мы обсуждали один интересный принцип, и сейчас я поднимаю этот вопрос, так как он относится к сегодняшней теме разговора, и, возможно, вы не слышали то обсуждение. В Бхагаватам есть стих, произнесенный Господом Брамой. В этом стихе говорится, что когда преданный страдает, он думает, «Я совершил столько грехов на протяжении множества жизней, что страдания, которые я испытываю сейчас, лишь малая толика того, что я заслуживаю. Кришна уменьшил мои страдания». Это очень интересный образ мысли. А еще интереснее будет спросить себя, думали ли вы так в тех случаях, когда с вами происходило что-то плохое. Вспомните ту ситуацию, когда с вами произошло что-то плохое, нежелательное, и вы обвиняли другого человека. Если вы обвиняли другого, то определенно не думали, что сами заслуживаете этих неприятностей. Что уж говорить о том, чтобы считать, что вы заслуживаете более суровой реакции. Вспомните все эпизоды своей жизни, когда вы винили обстоятельства или другого человека в своих страданиях. И затем мы возвращаемся к Бхагаватам, где говорится, что мы должны считать, что заслуживаем не только этого, но и гораздо худшего. Интересно, не так ли? У нас в голове есть философия, но затем мы сталкиваемся с реальностью, в которой с нами кто-то грубо обращается. Мы, если мы развиваемся в сознании Кришны, однажды, мы начнем все в своей жизни воспринимать сквозь призму той философии, которая у нас есть в голове. Разве это не прекрасно, если вся наша жизнь будет соответствовать учению Кришны и Праупады? Это то, как мы видим этот мир, как мы ощущаем его. И когда я нахожусь в таком сознании, если со мной произойдет что-то плохое, я сразу же подумаю, «Спасибо, Кришна. Я заслуживаю намного худшего. Ты очень добр». Наша обычная реакция не такая, но это состояние, к которому мы хотим прийти. Что бы ни произошло, мы не только видим это глазами шастры, но, что более важно, мы чувствуем это глазами шастры. Потому что видеть глазами шастры еще не обязательно означает, что мы чувствуем это. Видение – это процесс, связанный больше с интеллектом, но разум может быть затуманен эмоциями, желанием наслаждать чувства. Что бы плохого ни происходило в нашей жизни, с какой бы несправедливостью мы ни сталкивались, все это, в конце концов, просто реакция на то, что мы сделали. Или же Кришна таким образом помогает нам развиваться. Одно из двух. Но если же мы мстим и обвиняем другого человека или ситуацию, значит, наши действия не соответствуют этой философии. Есть очень много аспектов философии, над которыми можно поразмыслить, чтобы увидеть, насколько ваша жизнь согласуется с ней. Это очень хорошая медитация. Хорошее упражнение, изучая нашу философию, спросить себя, согласуются ли мои действия с ней в реальности? Часто нам кажется, что наши действия соответствуют философии, хотя на самом деле это не так. И нам необходимы размышления и способность заглянуть вглубь себя, чтобы увидеть, где наши реакции и действия не совпадают с философией. И когда вы начинаете осознавать эти вещи, вам становится легче их контролировать. Но суть в том, что в конечном итоге мы хотим впитать философию и сделать ее своим стилем жизни, нашим сознанием. Это то, какими мы должны быть, чтобы применять эту философию незамедлительно. Что-то происходит, и мы сразу реагируем так, как подобает преданному, потому что теперь мы поместили это знание в свое сердце. Такова цель. Когда вы изучаете и практикуете сознание Кришны, наша цель – впитать это учение, чтобы оно стало нашим образом жизни и нашим мировоззрением. И последнее. Если мы начнем впитывать это учение, это проявится в том, что мы по-другому будем смотреть на вещи. А видя вещи по-другому, мы сможем и действовать по-другому. Если я смотрю на вещи материальными глазами, то я и действую материальным образом. И отсюда происходят проблемы. Я выдаю негативную эмоциональную реакцию на определенную ситуацию. Значит, скорее всего, я смотрю на это материальными глазами. Я смотрю на это не с точки зрения Кришны или Праупады. Я смотрю на это не с точки зрения Кришны или Праупады. Это еще одна непростая задача для нас. Мы субъективны. Мы смотрим на мир сквозь призму своего сознания. Мы не всегда видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, каковы мы сами. И если мы видим вещи такими, каковы мы сами, и при этом не находимся в сознании Кришны, значит, мы видим мир сквозь гуны материальной природы. И тогда мы так реагируем. Не в сознании Кришны. Мы реагируем в гунах природы. Звучит очень просто. Но если задуматься об этом применительно к своей жизни, то можно ощутить более глубоко. Зачастую это проявляется на более тонком уровне, чем мы думаем. И это бывает трудно увидеть. В конечном итоге наша жизнь должна прийти в полное соответствие с тем, чего хочет Кришна. В наших словах, в нашей позиции, в сознании, в сердце, во всем. Вот чего мы пытаемся достичь. Подумайте об этом. Посмотрите на свою жизнь, чтобы увидеть, как это выстраивается у нас в разных аспектах жизни. Как вы относитесь к людям, к себе. Как у вас дела с контролем эмоций, чувств и ума. Насколько все это согласуется с вашим пониманием. Возможно, вы понимаете это головой, но действуете ли вы так? Постарайтесь согласовать эти вещи и постарайтесь развить в себе установки, которые помогут вам в этом. Ведь если у вас неправильные установки, вы будете действовать неправильным образом. Харе Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok